Долгожданный ритуал на денежки, который можно делать только женщинам и только 8 марта. 8 марта это не какая-то магическая дата, надо понимать, но это дата, когда активируется огромный массив коллективного внимания. Мужики начинают дарить подарки своим женщинам, и начинается это с самого-самого утра. Ритуал можно делать только на тех территориях, где праздник массово отмечается, и где происходит вот это массовое закручивание такой энергии. Отдавание, подарки, порадовать, цветочки. Ну а там, где идет отдавание, там есть и получение, и на том и с вами магия, чтобы получать там, где дают. И что вам нужно сделать? Вам потребуется две свечи и два стакана молока. Это будет ваш дар духам, которые отвечают за пороги в вашей жизни. Порог это, когда что-то уходит из вашей жизни, что-то приходит в вашу жизнь. И вам нужно выбрать самое ваше любимое окно в помещении, где вы живете, и на подоконнике поджечь одну свечу, поставить один стакан молока. И возле входной двери в вашу квартиру или домик поставить зажженную вторую свечу и второй стакан молока. Свечи берите лучше тонкие, потому что они должны будут прогореть полностью за вашу практику. Насчет времени практики. Я рекомендую делать это часов в 10, а то и 11 утра. Потому что обычно женщины любят поспать подольше в этот день. И вот как раз в массе народ просыпается и начинает получать подарки. И вы на этой подарочной энергии, когда хотят кого-то порадовать, включаете в себя, наоборот, притяжение, включаете насасывание из пространства. Вам нужно сесть в удобную позу с прямой спиной в любом месте в вашей квартире, но только не в туалете, конечно. Лучше закройте глаза, сконцентрируйтесь на нижней части вашего живота. И сначала настроите дыхание. Вам нужно представить, что вы вдыхаете нижней части живота. Выдох идет куда угодно, на него внимания не обращайте. Можете даже сейчас порепетировать, с каждым вдохом тянем вниз живота энергию, которая вас окружает. И выдыхаем просто так. А с каждым вдохом низом живота тянем к себе эту энергию. И дальше вы добавляете визуализацию. И это можно просто представлять на уровне ментала. Представляете цветы, которые обычно дарят мужчины на 8 марта. Даже если вы из тех, кому цветов не дарят. Это совершенно неважно. Представляете пышные букеты мимозы, что вы их вдыхаете низом живота, тянете в свое тело. Представляете подарочные пакетики и коробки, которые некто сейчас в этот самый момент разворачивает в предвкушении. И тоже вы тянете вместе с чужим предвкушением эти пакетики и их образы священные себе вниз живота. Как будто бы набираете состояние плотности и состояние, что где-то кто-то кого-то хочет чем-то порадовать материально. И дальше вы можете пройтись по образам дорогих подарков. Вот что в вашем представлении есть дорогой подарок? Духи. Я понимаю, это может звучать буднично и дико, но это работает. Вы не поверите, как, девчонки, срочно делаем. Духи. Вот тоже представляете и тянете, все засасываете вниз живота. Конечно, хорошо представить драгоценности. И не простые драгоценности, а со сверкающими камнями. Желательно, чтобы это были бриллианты, переливающиеся в электрическом свете. Просто вы представляете, что вы их затягиваете тоже вниз живота. И в самой финальной части практики вы просто представьте кристалл сверкающий, похожий на то, как бриллиант рисуют в мультиках. Ну вот пусть он будет большой. Представьте, что он возник из воздуха прямо перед вами, и вы от него дышите, и вы его втягиваете в свое тело. И вот на этой части практики у вас начнутся физические ощущения иного рода, чем вы привыкли испытывать. Вы себя почувствуете, ну если не королевской особой, то роскошной женщиной, которая привыкла, чтобы все было дорого и чтобы все было по ее. Так, как я сказала, чтобы все было. Нужно делать дыхание это, пока не прогорят обе свечи. Вы меня спросите, что я же буду в состоянии с закрытыми глазами, откуда мне узнать, когда прогорят эти свечи? Простой ответ. Берите свечи 40-минутки, которые продаются в любой магической лавочке, на любом агрегаторе можно такие заказать. И вот сидите, сидите в этом состоянии столько, сколько можете удержать. Свечи должны догореть полностью, оба стакана молока потом нужно вынести на улицу и вылить под дерево, которое вам понравится. Можно под одно и то же. Для чего мы делаем этот ритуал? Пользуйтесь, один день на это есть.